Доброе утро, Бокертов! Сегодня мы поговорим о существительных мужского рода с нехарактерным для слов мужского рода окончанием «от» во множественном числе. То есть это будут слова-исключения в веврите. И сегодня мы будем говорить только о существительных, которые начинаются с буквы «мем». Соответственно, другие существительные в других материалах, потому что их очень много оказалось в веврите, и не хочется мне делать очень большой и длинный материал. Этот урок выходит при поддержке спонсора Михаила. Большое спасибо Михаилу за поддержку нашего проекта «Изучение иврита в интернете». Задача этого материала не просто запоминать все слова, которые есть, их очень много, а вы послушаете и для себя сделаете пометки, вы выберете для себя те слова, которые вам на практике могут быть полезны. Просто так запоминать существительные – это очень тяжелая, неблагодарная и, возможно, ненужная работа. Но проверить себя желательно, важно. Я хочу отметить, что список слов, с которыми вы сегодня знакомитесь, в свое время был составлен совместно с уважаемым Шлома Громаном. И слова, у которых окончание «он» в единственном числе, а во множественном числе прибавляются еще окончание «от», я выделил в отдельные материалы, потому что их нужно рассматривать отдельно. Они не всегда являются исключениями. То есть, во многих случаях это норма, когда к таким словам прибавляется во множественном числе окончание «от». Посмотрите соответствующие материалы на канале. В этом видео я еще раз отмечу, что даны слова, которые начинаются с буквы «мем». Я обратил внимание, что в предыдущем материале я забыл отметить слово «хашаш». «Хашаш» – это опасение. Во множественном числе «хашашот» – опасение «я». Это дополнение к предыдущему материалу. Итак, поехали. Слова, которые начинаются на букву «мем» – мужской род, окончание «от» во множественном числе. «Мидбар» – «хам» – «жаркая пустыня». На самом деле «мидбар» – это не столько пустыня, а сколько место для выпаса скота. Но в современном языке очень многие переводят «мидбар» как пустыня и в этом значении используют. Поэтому я тоже в данном случае привожу пример, как «мидбар» – пустыня. «Мидбар» – «хам» – «горячая пустыня». «Мидбариот» – «хамим». «Мидбариот» – «хамим». У нас прилагательное сохраняет правильный род, соответственно, осуществительное с нехарактерным окончанием. Следующее слово «моах» – «хариф», «острый ум», «мохот» – «харифим». Острые умы. Слово «моах» можно перевести как «ум», «разум» тоже, или «мозг». То есть «моах» – «хариф» можно перевести как «острый мозг», ну, как продукт, который употребляется в пищу, например. Во множественном числе «мохот». «Мот» – это «шест». «Мот-арох» – длинный «шест». Во множественном числе «мотот-аруким» – длинные «шесты». «Мотот-аруким». «Мосад-хадаш» – новое заведение во множественном числе «мосадот-хадашим». «Мосад» в единственном числе «заведение», во множественном числе «мосадот» – «заведение». «Мазаль» – это «удача» или «счастье», по контексту мы можем перевести, или «созвездие». «Мазаль-тов» – «счастье», «хорошая удача» как бы получается. Во множественном числе «мазалот». «Мазалот» – это еще и знаки зодиака. «Мазаль» – знак зодиака, «мазалот» – соответственно, знаки зодиака. «Мазалот-товим» – «хорошие удачи», примерно так можно перевести. «Мазлег» – это «вилка». «Мазлегот» – во множественном числе. «Мазлегкатан» – маленькая вилка. «Мазлеготктаним» – маленькие вилки. «Махоз» – «гадуль». «Махоз» – по контексту мы можем перевести, например, как «область». Ну, то есть, некоторые страны делятся на регионы, и регион может называться «область», допустим. «Зона» какая-то, вот это «Махоз» будет. «Махоз» – «гадуль» – большая область, территориальная, административная единица. «Махозот» – «гдолим» – «большие области». Это, может быть, в каких-то странах соответствует понятию «край», например. То есть, по контексту мы переведем. «Махане» – это «лагерь». «Махане» – «гадуль» – «большой лагерь». «Маханот» – «гдолим» – «большие лагеря». «Мадбеа» – это «валюта», денежная единица. «Мадбеа» – «зар» – «иностранная валюта». Во множественном числе «Мадбеот». «Мадбеот» – «зарим» – «иностранные валюты». «Мадбеот» – «зарим». «Матэ» – «хадаш». «Матэ» – «штаб». «Матэ-хадаш» – «соответственно, новый штаб». «Матот» – «хадашим» – «новые штабы». «Масса» – «кацар». И здесь «масса» с буквой «айн» в конце от глагола «носэа». «Носэа» – «едет». «Масса» – «соответственно, это теоретически как поездка, но лучше переводить как поход». «Масса-кацар» – «короткий поход». Во множественном числе «массаот» – «кцарим». «Короткие походы». Я выделил это слово красным цветом, потому что в каких-то случаях окончание во множественном числе может быть «им». Или там, например, в смехуте, в словосочетании может быть «массэй», «массаэй». И имейте это в виду. То есть «возможны» и окончание «им» во множественном числе у этого слова. «Маян» – это «родник». Тот же корень у нас, что в слове «айн». Кстати, «айн» тоже может быть использовано в значении «родник». «Маян» – «родник». «Маян коров» – «близкий родник». «Маянот кровим» – «близкие родники». «Маале» – «талуль». «Маале» – это «подъем», ну, участок дороги, подъем какой-то. «Маале» – «талуль» – «крутой подъем». «Маалот тлулим» – «крутые подъемы». «Маамад» – это «статус», например, «социальный статус». «Маамад» – «статус». «Маамад Гавуа» – «высокий статус». «Маамадот Гвоим» – «высокие статусы». «Мафтеах» – «ключ». «Мафтеах Гадоль» – «большой ключ». «Мафтехот Гдолим» – «большие ключи». «Маком» – «место». «Маком Тов» – «хорошее место». «Мекомот Товим» – «хорошее место». «Макор Амин» – это «надежный источник». «Макор» – это «источник». У этого слова есть и другие значения, о которых я сейчас не говорю. «Макор» – это «клюв», и там множественное число будет «иным». Мы сейчас говорим о значении «макор» – «источник». «Макор Амин» – «надежный источник». «Мекорот Аминим» – «надежные источники». «Макель» – это «палка». «Макель Каль» – «легкая палка». Это может быть «палка» и в значении «трусть». «Палка» – для ходьбы, которая используется. «Маклот» – «палки». «Маклот Калим» – «легкие палки». «Мекцуа» – «профессия». «Мекцуа Тов» – «хорошая профессия». «Мекцуот Товим» – «хорошие профессии». Я на всякий случай еще отмечу, что я не привожу все переводы данных слов. «Мекцуа», например, может переводиться еще как «предмет», который изучается, например, в школе или в учебном заведении в каком-либо. Я не все переводы привожу. Один из переводов может быть, по мне, наиболее популярный. «Масса», и обратите внимание, здесь буквой «шины» – «алиф» от слова «носэ». «Носэ» – это «несет», «несет на себе». И здесь «Масса» – это «ноша». «Масса Кавед» – «тяжелая ноша». Во множественном числе «Массаот Кведим» – «тяжелые ноши». Я выделил тоже красным цветом, потому что у этого слова «масса» есть и другие варианты перевода, и в каких-то случаях будет не «окончание от», а «окончание им». Об этом мы сегодня не говорим. Это уже стандартные будут окончания. «Мишмар» мы переведем как «караул» или «гвардия», в военном смысле. Можно перевести еще «Мишмар» как «стража». «Мишмар Амин» – «надежная стража» или «надежный караул», «надежная гвардия», примерно так по смыслу. «Мишмарот Аминим» – «надежные стражи». «Машке» – это «напиток». «Машке Каль» – «легкий напиток», как «прохладительный напиток» можно перевести. Во множественном числе «Машка От» – «Калим». «Машка От» – «напитки». Я очень надеюсь, что это было полезно, и что-то вы сможете использовать на практике, чтобы избежать ошибки. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.